Как учились в БВТ, куездили на танках и были молодыми. Вспомнили три сотни бывших выпускников училища, которые перестало существовать в 90-м году. Борис Алпеев, получивший профессию в 62-м, работал здесь командиром взвода до самого закрытия. С моим личным участием по ориентировочным, грубоватым подсчетам порядка 4,5 тысяч курсантов прошло. У меня мой заместитель командира взвода был, когда у меня. В последующем стал генералом, начальником Челябинского танкового училища, например. Так что много ребят таких. Впрочем, не все военные смогли присутствовать на празднике. За Николая Перепелицу пришла жена с сыновьями, заранее прикрепив на коляску двухмесячному Егору опознавательную табличку. Папа наш присутствовать на празднике не может, очень переживал, находится в командировке. Поэтому мы надпись эту прикрепили, чтобы обозначиться, может быть, кто-то из однокурсников увидит, из друзей. Как думаете, станет танкистом? Обязательно. Папе стих отправили, утром сочинили, где как раз написали, что будущий танкист сынок наш будет. Что интересно, почти все выпускники БВТ-ку познакомились со своими женами именно здесь. В училище на танцы всегда приезжали самые красивые девушки. И их порой было даже больше, чем самих курсантов. Сколько вот нас было, выпускников здесь, можно умножить на два. А если не на три, там вообще приезжали. Что около двоку там было, что здесь, маховой. Вот я здесь и познакомился с женой. Я в наряде был, шел, она приехала на танцы. Ну и слово за слово познакомились, год встречались, потом расписали, 28 лет живем уже. Анжелика Павлова, Андрей Белый, программа «Город».